Сергей Джерж, глава Общественной Лиги Украина-НАТО, у нас в эфире. Приветствую, Сергей. Здравствуйте. Как вы считаете, вот сейчас два с половиной года полномасштабной войны, десять лет войны, которую путинский режим ведет. Вот если исходить из этих сроков, достаточно ли жители стран НАТО осознают опасность? Или все-таки, по вашему мнению, еще не совсем они поняли, что происходит? Я думаю, еще недостаточно, недостаточно, потому что это все в телевизоре, где-то в медиа, в газетах далеко происходит что-то. И поэтому экстраполировать эту войну на себя им очень сложно, очень сложно. Тем более, любые медийные события, они перебивают, как бы, войну в Украине, и внимание переключается на что-то другое, более мирное, более важное, как людям кажется. Поэтому тут важно то, чтобы это понимали государственные деятели, лидеры стран, все те, кто причастен к аналитической работе, разведке, самые разные, с тем, чтобы эти люди концентрировали такое, значит, свои выводы, концентрировали заключения, выводы и доносили это до общества. И, в принципе, в этом плане подвижки есть. Именно заявления военных стран НАТО, заявления Министерства обороны, так как вот в Германии, в других странах, в Швеции, это уже более то, что более близко к естественным. А как вы думаете, мы можем увеличить это понимание? У нас есть какие-то ресурсы, у нас, у наших союзников? Я имею в виду непосредственно апеллировать гражданам, не к правительствам. Продолжать ту работу, которую делает и ваш канал, к примеру, или вообще как бы усиливать информационную составляющую. Потому что, мне кажется, еще и в Украине мы не совсем доминируем. Если взять, к примеру, линию размножевания, то не всюду там украинское телевидение или радио услышишь. То есть работать есть над чем. Тем более, если мы говорим о европейских странах, то тоже вопрос стоит о том, что нужно усиливать информационную составляющую. Возможно, вместе с институциями НАТО и Европейского Союза, с тем, чтобы это была вместе такая работа. И тогда это будет давать успех. А понимание общества в западных странах очень важно, потому что от настроения общества результат этих настроений — выборы. и результат выборов. И, соответственно, приходят те политики к власти. Это срез общественного понимания процессов внутренних и внешних. Поэтому нам очень важно работать с гражданами Европы, с тем, чтобы убеждать их, открывать им глаза на те действия России, которые она производит. Потому что Россия же не сидит сложа руки. Они проводят свою дезинформацию, запускают фейки, свое влияние производят и в открытый способ, и в более закрытый способ, подкупая европейских политиков или запускают какие-то платные статьи, которые дезориентируют западное общество. Дело в том, Сергей, и вы это точно понимаете, вы специалист по НАТО много лет, что ведь все это имеет и прикладное значение. Не просто цифры рейтингов нам интересны, да, цифры соцопросов. Сейчас поясню, что имею в виду. До 50 бригад планируют создать Североатлантический альянс для защиты от нападения России. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на источники в НАТО. Собеседник агентства отказывается сообщить подробности секретного плана, однако отмечает, что набор персонала станет серьезной проблемой, так как в одну бригаду входит от 3 до 7 тысяч военных, ну, в среднем 5 тысяч по натовским стандартам. Также, по словам источника агентства, подробности усиления обороны могут быть озвучены на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне. Будем ждать этих подробностей. И получается, 50 бригад — это в среднем 250 тысяч человек. Как Вы думаете, мобилизационный резерв в странах НАТО соответствует на данный момент таким потребностям альянса? Ну, это такой вопрос, как бы комплексный. С одной стороны, люди есть. С другой стороны, если в армии создаются хорошие условия, высокая зарплата, там большой социальный пакет защиты, поэтому это может сработать. Может сработать. Но есть же шутка такая, она как бы по-другому, но позволю себе ее рассказать. Это как бы разговор по службе в пожарниках, в пожарной части, что работать можно, служить можно, работать можно, но если пожар, то хоть увольняйся с работы. Если трансформировать это на тот язык, на котором мы с вами общаемся, то это выглядит так, что это сложная профессия военная. И учитывая вот угрозу войны, если запах этой войны есть, если дым пожарища, как бы в Украине виден, то это влияет на многих людей и в плане их усложняет вопрос мобилизации для всех стран. Гибридные операции и кибератаки Российской Федерации являются основанием активировать статью 5 Евроатлантического договора. Об этом пишет издание «Голос Америки» со ссылкой на одного из чиновников НАТО. Представитель Альянса отметил, защиты от союзников по Альянсу может попросить страна, которая страдает от таких атак. Пока ни одна из них этого не делала, добавил он ранее. Напомню, президент Литвы Гитанос Науседа заявлял о намерении поднять вопрос о реакции НАТО на недавние российские гибридные атаки на саммите Альянса в Вашингтоне. Действительно, если говорить о прошлом, то наверняка никто и думать не мог, что Россия может... Вообще много чего не думали, но что Россия может в том числе и кибербезопасности вредить Альянса. В этом смысле, может ли НАТО быстро модернизироваться и действительно осознавать новые угрозы, исходящие от России? Мне кажется, нужно реагировать. Мы знаем, что в Балтийском море россияне из-за использования РЭБов радиоэлектронной борьбы дискредитировали сигнал ГПС для самолётов, для кораблей, которые в море находятся. Поэтому это опасно для полётов, для северных полётов. Больше тысячи рейсов подверглись тому, что у них пропадал сигнал ГПС во время полёта. Мне кажется, что это уже возможность, то есть необходимость призвать пятую статью или четвёртую статью НАТО для консультации, для того, чтобы как-то реагировать. Это уже угроза. Мне кажется, это уже опасно. Но почему это ещё не работает в плане такой киберзащиты и киберответа? Ну, это вопрос. Давайте ещё одну новость обсудим с вами. НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим альянсом. Это стало известно недавно. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Также он объявил о создании нового военного командования в Германии. Там будут обучать и оснащать украинские войска. Новую программу обучения украинских военных будут курировать высококвалифицированные генералы. Также союзники коллективно предоставят Украине помощь в сфере безопасности на сумму не менее 40 миллиардов евро в следующем году. А новый старший представитель НАТО в Киеве, назначенный генеральным секретарём Столтенбергом, углубит институциональные отношения Украины с Альянсом и послужит координатором взаимодействия НАТО с украинской властью. Ну, в Украине был и работал Центр информационной документации НАТО. Он акцентировал внимание на информационные вопросы, работа с журналистами, с медиа. Это был офис связи НАТО, который больше сотрудничал с Министерством обороны Украины, с военными. Эти структуры объединены сейчас с представительством НАТО в Украине. И, конечно, будет тоже новый представитель НАТО, который будет отвечать за эти, за сукопность вот этих всех вопросов. И тем более, если мы усиливаем сотрудничество с НАТО, и в НАТО создаётся определённая группа, которая будет базироваться в Германии именно по вопросам на налаживание логистики для Украины, то наличие такого представителя, мне кажется, это очень важно для того, чтобы контакты с украинским генштабом, с силовыми службами Украины были налажены очень тесно. Ну, то есть, это можно ли сказать, Сергей, что это как в дипломатии, когда говорят, повышение статуса представительства произошло? Именно так. Именно так. Потому что это политическое влияние, это политический уровень, но самое главное, это низовые структуры, полевые структуры, которые налаживают между собой работу, связь, сотрудничество, логистику. Это то, от чего зависит жизнь военнослужащих. Что ж, спасибо. Сергей Джердж, глава общественной лиги Украины НАТО, был гостем эфира. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всём, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.